Уважаемые коллеги, здравствуйте! У нас осталось совсем немножко времени, у нас предыдущая группа немножко его подсократила, и нам придется сейчас практически прямо с колес начинать с вами работать. У нас сейчас осталось 5 минут до начала, даже 4 минуты до начала. Смотрите, если у вас какие-то длинные презентации, постарайтесь все-таки их как-то ужимать. Давайте будем помнить о том, что у нас по 7 минут на каждого человека времени. Ну это так вот, чтобы постараться, чтобы всем хватило времени. Коллеги, я представлю сначала всех вас, скажу кто-кто у нас в студии, потом сделаю очень коротко, даже не буду, наверное, свой слайд доставать, чтобы не терять времени на этом. Потому что сейчас смотрела, как у Алексея Николаевича все это проходило, и это, конечно, проходило очень… надо было торопить события прямо сильно. Вот, а потом я очень коротко расскажу об итогах, точнее о программах и продуктах, которые у нас получились. Я постараюсь в 5 минут как-нибудь уплакать всю эту историю, а потом буду задавать вам вопросы. Все ли вы готовы? У всех ли работает звук? Давайте проверим. Раз, два, три. Здравствуйте. Добрый день. Хорошо. Нормально. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно хорошо. Слана Николаевна? Я здесь. Слышно? Да, вас слышно, все в порядке. Так, у нас что-то в чате там такое происходит. Нам уже… А, Челябинск. Мы себя не видим. Наверное, это Андрей. Андрей Штанюк сейчас с нами, он помогает нам. Да, тут еще кто-то должен подключиться с видеоматериалом. Пожалуйста, подключиться. Челябинск не видит себя. Елена Владимировна Киприянова. У нас вот две минуты осталось до старта. Попробуй, пожалуйста, подключить Елену Владимировну. Ой, все ли у вас хорошо, коллеги? Все ли в порядке? Все нормально? Ну, я без презентации. Рассказали, как бы, как круглый стол, поэтому будем стараться. Потому что вот проще будет, проще, наверное, будет все-таки говорить так живьем. Вот. Ну, если уж совсем не… Все включились. Все замечательно, все получилось. Ольга Владимировна, у вас презентация короткая. Я знаю, у нас всего два слайда. Светлана Николаевна, вы, по-моему, тоже без презентации, да? Презентацию не делали. Елена Владимировна, помните, да, о том, что у нас и минуты, и надо будет постараться ложиться. Смотрите, значит, еще раз повторюсь, поскольку Елена Владимировна позже подключилась. Сначала я всех представляю, потом очень коротко рассказываю о продуктах, проектах и программах, которые нам удалось реализовать за эти 8-10 лет работы ресурсных центров. Потом вопросы к вам, к каждой, ну, собственно, по порядку. Сначала я обращаюсь к Елене Анатольевне Рекечинской, потом Светлане Николаевне Корневой, потом Ольга Владимировна Рыбневская, Елена Владимировна потом к вам, как бы такой завершающий такой разговор. А потом я бы хотела, все-таки, если у нас все же останется время, чуть-чуть, вот по одной минуте, да, про будущее. Потому что не только итоги хочется подводить, а еще и хочешь что-то сказать себе на будущее, да, чтобы у нас эта черная полоса стала, в конце концов, взлетной, и мы взлетели. Так, хорошо. Через минуту мы начинаем. Все в порядке. Андрей, скажешь, пожалуйста, когда нас выведешь в эфир, и мы начнем свою работу. Могу начинать. Отмашку что? Могу начинать. Можешь начинать. Ну вот, 16.00, давайте, пожалуйста, и начнем. Все? Мы в эфире? Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы подводим некоторые итоги работы региональных ресурсных центров сети и, собственно, всей сети за эти 8-10 лет. Я Елена Юшкова, руководитель направления по работе с региональными ресурсными центрами. Рада представить своих коллег. С нами сейчас в студии доктор педагогических наук, директор знаменитого лицея номер 11 города Челябинска, Елена Владимировна Киприянова, руководитель ресурсного центра Челябинской области. С нами Светлана Николаевна Корнева, научный сотрудник Центра реализации стратегии развития образования института развития образования Республики Татарстан, координатор регионального ресурсного центра по Республике Татарстан. С нами Ольга Владимировна Рыбкинская, заместитель директора по инновациям школы номер 81 города Перми, руководитель ресурсного центра по Пермскому краю. И с нами сегодня Елена Анатольевна Рекичинская, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе гимназии номер 3 в Академгородке, город Новосибирск, руководитель регионального ресурсного центра по Новосибирской области. Коллеги, мы не будем сегодня пробовать искать ответы на экзистенциальный вопрос Кристофальда Хунды. Мы попробуем поговорить о фактах из биографии образовательной сети Школьной лиги Роснана. Что у нас получилось и что удалось сделать. Итак, факт первый. У нас крупнейшая в стране образовательная сеть. Это точно факт. У Школьной лиги в течение 10 лет формировалась сеть школ. В начале проекта это были школы, которые были мало связаны друг с другом. Они были реально напрямую завязаны на центральный офис лиги. А 7-8 лет назад, когда школ стало больше 150, у нас возникла мысль поддержать формирование региональных ресурсных центров, которые в масштабах муниципалитетов или регионов были бы внутренними координаторами работы школ лиги и сформировали бы локальные сети школ, работающих по данному плану. Я сейчас все это проговариваю для того, чтобы дать некоторое представление тем участникам, которые, по словам моих коллег, вообще еще ничего не знают про лигу. Потому что нам про нас самих рассказывать, да мы, собственно говоря, и так все это знаем. И тем не менее, так ресурсные центры стали формировать сеть. Сейчас наши центры, наши центры, вы, коллеги, работают с 945 школами из 1200. Я опираюсь на ваши отчеты, коллеги, которые я получила в этом году, и очень радовалась тому, что наша сеть, собственно, держится именно на ресурсных центрах. Я не раз слышала сомнения от некоторых коллег, что, дескать, да у вас и сотни-то школ, наверное, не наберется. Нет, нет, наберется работающих 9 сотен, и все они под присмотром ресурсных центров. Факт второй. У нас 25 работающих ресурсных центров. 15 из них наиболее активны в плане реализации программы Школьной Олигарослана. А еще 10 работают по своей траектории, по своему плану. Участвуют только в ключевых событиях, например, в Кроне или в Неделе высоких технологий технопредпринимательства. У всех ресурсных центров свой разный организационно-правовой статус. У школ, есть у нас школы, лицеи, гимназии, есть центры дополнительного образования, есть Республиканский институт развития образования, как раз в Татарстане у нас. И у каждого центра свое лицо и свои уникальные возможности. И сеть цена именно тем, что каждый центр делится с другими центрами тем, что, собственно, создает у себя. Факт третий. Ресурсные центры – это главные инфраструктурные единицы нашей образовательной сети. Это действительно работающий факт. Хотя бы уже потому, что такие мощные организации, образовательные системы, как Сириус, как Кванториумы, обзавались своими собственными ресурсными центрами в регионах. Ежегодно в наших ресурсных центрах организуется более 500 событий. В них ежегодно участвует порядка 150 тысяч человек. Это очное участие, про которое мы говорим, как живьем, как говорится. В этом году у нас было больше 200 тысяч участников. А что же работа такая у ресурсных центров? Что конкретно делаете вы, уважаемые коллеги, для своего региона? Вы работаете со школами, прежде всего со школами. Проводите профориентационные программы. В первую очередь, это неделя высоких технологий. Готовите свою программу недели. Помогаете школам оформить планы недели. Договариваетесь с предприятиями, вузами, профориентационные экскурсии устраиваете. Организуете знакомство с технологиями, бизнес-процессами на производствах. Проводите деловые игры, погружение. Нужно перечислять очень долго. Проводите, конечно же, такую серьезную программу, как региональные награды. А что это значит? Значит, договориться с предприятием, совместно написать кейс, собрать школьников, учителей, тьютеров на участие в этом интенсиве. Работать со школьниками в интенсиве. Проводить защиту работ детей. Передать результаты, в конце концов, в лигу. Не так-то просто. Обеспечивайте организационное сопровождение фестиваля, ста-студии. Консультируйте, проводите сами фестивали. Организуйте этот самый обмен между школами. А самая главная история, она как раз в этом сетевом взаимодействии, сетевом обмене. Конечно же, напоминайте школам сети о замечательном проекте и программе «Школа на ладони». Знакомите учителей с продуктами школы этой линейки. Ну и вот в этом году, например, нам понадобилось срочно подтвердить, что число участников недели высоких технологий было, ну никак не меньше 15 тысяч. Ну и что? С помощью ресурсных центров мы собрали из 160 школ справки, документально подтвердив 99 969 школьников, участников. Это вот только справка. Ну и, конечно же, вы проводите свои собственные события под задачи региона, в том числе это работа МИП, работа РИП по инженерно-исследовательской проектной деятельности. Это фестивали, конкурсы, летние школы, лагеря и многое-многое другое. Ну, конечно, спецзадач, про которые вы только что говорили на секции ранее, когда в 15 регионах и региональных ресурсных центрах блестяще прошла апробация материалов проекта по заказу фонда инфраструктурных и образовательных программ по физике, химии и биологии. И при этом заучи учителя приглашенной школы увидели, что локальные исследования и проекты можно реализовать прямо на уроках. Это прекрасная история. А в 2020 году к нам обращалась, например, Российская академия образования в лице Сергея Борисовича Малых, академика. Он попросил помочь провести исследование диагностику когнитивных способностей школьников. Тогда мы исследовали когнитивные способности в 12 регионах, и в этом проекте приняли участие полторы тысячи школьников. В общем, перечислять можно очень долго, и тут не хватит, наверное, целого дня, чтобы перечислить все заслуги, которые сделали ресурсные центры, развивая программу школьной Олеги Роснана. Но я хочу передать слово и поговорить с вами, коллеги. Я хочу предложить слово Елене Анатольевне Рекичинской. Елена Анатольевна, ваша гимназия с самого начала в программе «Школьная лига Роснана», с 2010 года. Скажите, пожалуйста, вы с какими ожиданиями пришли в лигу, и оправдались ли они, что полюбилась, а что совсем не зашло? Попробую сейчас сказать. Хотя материала очень много. Я посмотрела, мы по каждому этапу работы в лиге, у нас есть прямо статьи. Я когда сейчас стала поднимать, конечно, сделано очень много. И первое, конечно, что мы определили для себя, когда попали в школьную лигу, то это, конечно, использовать уникальную возможность организации инновационного образовательного процесса в современной школе. Вот что ценно и что помогает нам, помогло изменить в школе и измениться самим, может быть. Первое – это, конечно, само научно-методическое сопровождение лиги. Вот для нас, когда мы сейчас анализируем и просматриваем за вот уже 11 лет нашего сотрудничества, то оказывается, все прорывы, которые мы как бы делаем в своей школе, благодаря школьной лиге и тем направлениям, концептуальным положениям, которые она предлагает. В частности, то есть вся наша концепция школы, программа развития, стратегия и оперативное управление полностью как раз основана на основных положениях школьной лиги. Далее – это же сетевой проект, и он предполагает сетевое взаимодействие учителей. Для нас это было ново, когда 10-й год был, для нас это было ново, актуально. Мы этому учились и, получив опыт, именно только пройдя определенные этапы и благодаря вашему сотрудничеству, мы смогли сами уже стать региональным центром по сетевому взаимодействию в области и в том числе в школьной лиге. Далее – те идеи, которые продвигает лига, они направлены на развитие современного образования, мы увидели в этом универсальность. То есть именно не только естественное научное направление, что, безусловно, очень важно для нас и цифровой контент, и технопредпринимательство, но именно вот эти позиции универсальности программы, они нам очень близки. Поэтому все вот эти подпрограммы направления идеи пронизывают нашу работу. И мне здесь вот хотелось как раз сказать о следующем, что уже в 2010 году нам было предложено и описана модель школы в эпоху нанотехнологий. Вот как раз это позволило нам, администраторам, осмыслить вызовы ближайшего будущего и конструктивно внести в свою стратегию данные позиции. Далее, конечно, хотелось сказать о том, что стажировки курса, которые были проведены и посещены были нашими учителями. Вот я использую слово, которое учителя в своих отзывах пишут, что это действительно окрыляло нас, потому что они разрабатывали новые курсы, они применяли технологии, методики. Вот мне хочется назвать то, что является изюминкой, фишкой, то, что учителя наши и дети очень любят. Это и журналисты игра, они сейчас прямо скучают по ней, и мы думаем о том, как ее возродить. Вот сейчас появились распрофильные гуманитарные, узкие классы, они прямо требуют, что нам нужна эта технология, давайте ее использовать. Далее, это детективное агентство, образовательное путешествие, кейсы, дилеммы, межпредметные погружения, которые начинались у нас как раз на неделе высоких технологий. Мы прямо разработки, готовили брошюры. Это все помогло изменить образовательное пространство гимназии, внести новое содержание, вот мы бы так сказали, свежее, современное, интересное для учащихся, и раздвинуть рамки школьного урока и пространство, то, что нам было необходимо, и связать с жизнью. Далее мне, конечно, хотелось бы упомянуть о том, что те учебные пособия, которые предлагаются, мы очень активно опробировали, нанобиологию, нанофизику, нанохимию, мир увлекательных технологий, конечно, это новое тоже совершенно то, что необходимо, с чем было нам работать. И сейчас сразу хочется провести связку, что сейчас, работая с учебными методическими материалами, в 21-м уже году показывает, что, во-первых, мы расширили фронт работы, это педагоги других школ, и, во-вторых, я бы, знаете, прямо выделила, что у нас произошло расширение, углубление содержательных линий сотрудничества, потому что вот такое глубокое апробация вот этих материалов, безусловно, это дорогого стоит, и мы сейчас уже думаем, говоря о будущем, что как можем мы дальше, действительно, через методические центры, через стажировочные площадки, но вот сейчас начинаем активно обсуждать, как это можно дальше с этим работать. Конечно, хочется сказать и о нанаграде, то есть мы активно региональным нанаградом занимаемся два года, и нам очень близок сетевой формат в свете вот ситуации, которая сегодня существует, она устраивает все школы, вот с которыми мы сотрудничаем, а СИМ активно принимает участие, это более 100 участников второй год, да, и та апробация модели каникулярной школы, технологии работы с бизнес-кейсами, это, ну, просто новое, действительно новое, потому что у нас дети, они все время ищут что-то новое, и как раз впервые именно у вас мы почувствовали, как дети по финансовой грамотности, да, получили вот эти реальные знания, участвуя в нано-маркете, в нано-аукционах и так далее. Далее, мы же благодаря именно вот нанаграду приблизить попытались эту модель, да, и в этом году мы включили именно по функциональной грамотности, по модели PISA мастер-классы по креативному мышлению, глобальным компетенциям, то есть модель мы еще наращиваем чем-то своим, да, актуальным для нас, для того, чтобы это было перспективно для всех и так далее. И, конечно, нельзя не сказать о неделе высоких технологий, потому что в этом году, ну, вот за все 10 лет это был пик, потому что все 5 корпораций включились, здесь мы прямо говорим, что был режим нон-стоп, такого еще целую неделю, вот наинтереснейший материал для учителей, для ребят, для всего нашего сообщества был. И мы включились активно, 7 школ лидеров, 200 мероприятий, 3000 школьников, это ключи, это уроки под ключ, которые мы использовали, это наши наработки, это наши защиты различных кейсов, наши проектные работы исследовательские и так далее. То есть мы уверены, что всем участникам было очень полезен вот этот разноплановый опыт методической работы, не буду перечислять, чтобы время как бы подсократить. Это был новый опыт, новые результаты, и все участники увидели перспективы. И мы благодарны, Елена Викторовна, вам за фразу, которую мы очень приняли хорошо, что это большое счастье совместно со своими учениками строить будущее. Ну, а говоря о партнерстве, именно благодаря Лиге, ну, вроде как у нас были партнеры, да, и там мы вроде сотрудничаем, и там, но именно благодаря Лиге и региональному центру, я бы сказала, что мы ее выстроили с более конкретным содержанием, то есть целевая установка была изменена, партнерские отношения выстроили по-другому в целом со всеми структурами. Это и культура, это и молодежная политика, это и общественные фонды, это и производство, это и бизнес, это и у нас, конечно, прежде всего, это научно-исследовательские институты, где ученые готовы прийти в любой момент, это наши бабушки, дедушки, мамы, папы, сестры, братья, как говорят, да, поэтому для нас это номер один, и плюс мы приобрели действительно новых партнеров, это школы Лиги, это региональные ресурсные центры, и как раз мы увидели новое в партнерстве, увидели именно экосистему нашего центра, как динамично развивающееся сообщество, где партнеры имеют общее видение, где совместно развивается компетенция участников, где создается многоуровневое управление сотрудничеством и инновационными процессами. Поэтому с нашей точки зрения школьная Лига является, являясь инновационной по своей сути, нам, общеобразовательным школам, она дает возможность и помогает создать условия для устойчивого развития современного образования в наших школах, вот в современном мире при высоких технологиях и новом технологическом укладе. И наши школьники разных возрастов, вот имея эту возможность творить, необычные используют совершенно формы, методы и технологии, это все их привлекает, возможность дает им самореализовываться, и, конечно, формируем поколение грамотных потребителей инноваций. Ну вот, наверное, так, если вкратце. Спасибо большое. Елена Анатольевна, самое теплое пожелание вам от меня в дальнейшем будущем развитие этой самой региональной системы, экосистемы, которая складывается, и так уже мощно о себе заявила в регионе. Это будет замечательно, если мы продолжим дальнейшее развитие. Да, в партнерстве с вами. Естественно, в партнерстве, конечно же, в партнерстве. Спасибо. Мой вопрос Светлане Николаевне. Светлана Николаевна, мы с вами прекрасно сработались в эти годы, меня не перестает восхищать ваша энергия, то, с каким вы удовольствием делитесь своими наработками, идеями, результатами, то сборник выпустите, пригласив к нему учителей не только Татарстана, но и других регионов, то альманах недели высоких технологий сделать предложите, то предложите межрегиональный семинар, вот в начальной школе, и на него там 300 человек собирается. Расскажите, какие задачи развития образования в Республике Татарстан решали вы, работая со своей сетью? Не слышно. Звук, звук, звук. Да, уважаемые коллеги, хотела бы, конечно, сказать, что ведь региональный центр Республики Татарстан, вот я сегодня посмотрела документы, ну, больше двух лет чуть-чуть, да, региональный центр, да, потому что школы Республики Татарстан, я сама лично, как я уже говорила, как зам по методической работе в школе, сотрудничали со школьной лигой именно с 2012 года, да, но это было вот без регионального ресурсного центра, и соглашение было подписано между ректором Института развития образования, Людмила Николаевна Гумановой, да, со школьной лиги Роснана, и вот вообще, конечно, вот, думая над вашими вопросами, над нашими вопросами сегодня, первоначально, конечно, ведь Институт развития образования у нас работает с педагогами, и поэтому первоначально самое, вот, когда подписывалось соглашение, это самая главная задача, это было найти новые форматы работы с педагогическим сообществом. Это стопроцентно, да. Далее, поиск вот именно каких-то новых методических идей, да, в вопросах естественно научного образования, и создание региональной сети именно вот инновационных образовательных учреждений, да, реализующих программы вот продвижения естественно научного образования. Вот это вот были вот эти задачи, первоначально, когда начал работать региональный ресурсный центр. Но и взаимодействие школ на Татарстане, да, безусловно. Вот, да, сейчас, конечно, у нас школьная лига в Татарстане, это вообще действительно успешный сетевой проект. Ну, скажем так, у нас сейчас 41 школа, но более 30 работают активно. Это, в общем, достаточно, очень активно достаточно, да, и просят подключиться школы новые. И причем, что самое интересное, и для нас, наверное, самое главное, мы же работаем с педагогами, что очень много педагогов именно из школ, которые вдалеке находятся от городских центров, от сельских школ, от сельских районов, да, скажем так, потому что город есть город. В городе все равно педагогам больше возможностей, да, получить вот и методическую помощь, да, какую-то вот копилку своих идей пополнить. А вот педагогам, которые приезжают именно из более далеких районов к нам, из школы, которые просят подключиться и хотят участвовать сейчас в проекте, вот это вот уже сейчас вот действительно стало очень актуально для нас. Ну, да, вы уже, Лена Викторовна, сказали, что первые шаги это были действительно… Мы, во-первых, информационные материалы выпустили, да, то есть это и брошюра, и буклет, да, у нас есть. Они и на сайте размещены в интерактивном, на нашей страничке региональный ресурсный центр. И, значит, педагогам мы всегда раскладочку такую даем, и на августовской конференции именно информационно-образовательные ресурсы школьной лиги Роснана. Ну, далее был межрегиональный сборник, причем вот сейчас мы думаем, он как раз нам нужен тогда был, потому что мы хотели именно увидеть, как и в других, да, наших региональных центрах, в наших городах Российской Федерации, да, вот как вообще развивается это, ну, сотрудничество со школьной лигой Роснана, чтобы увидеть наработки других педагогов. И вот именно он создался межрегиональный сборник, да, такой, и достаточно интересный. Да, альманах событий, а сейчас у нас, в общем, фотоэтюды апробации, то есть мы, в общем, с молодыми коллегами очень так любим, интересно там, креативно помыслить в этом направлении, но для педагогов это очень хорошо. Но дальше я хочу сказать, что, смотрите, вот сейчас, если говорить в данный момент, да, какие про задачи мы с вами поговорили, а вообще о том, что вообще у нас происходит, сейчас, как вообще мы решаем эти задачи и какие результаты уже видны, да, вообще. Нужно сказать, что очень много, понятно, что мы пришли к выводу, что через педагогов с ребятами нужно начинать заниматься вообще с младшей школы. Это, безусловно, это все подтверждают, да, и мы не только говорим о курсе школы на ладони, в котором все больше и больше участников подсоединяются, да, но, безусловно, это фестиваль загадки природы очень радует, что и вчера еще, причем из сельских школ присылают карты удивлений, спрашивают, куда нам прикрепить, то есть вот это вот все дальше развивается, да. Далее ста пространства, да, ста студии, конечно, это очень тоже здорово, и ста пространства, и очень рада, буквально 28 ноября Вуинский лицей номер два проводил фестиваль, мы вот все вам высылаем, да, и на региональных ресурсных центрах выкладываем, когда действительно образовываются вот эти ста кружки, сейчас уже, да, в школах ста фестивалей, и ребята становятся волонтерами, а вот этого у нас не было, то есть были отдельные моменты, да, фестивали ста студий, отдельные какие-то проекты ребята делали, а чтобы сообщество, вот действительно это не работало в школах, а вот это вот сейчас уже идет, и это очень интересно, и педагогам в первую очередь это интересно, да. И вот знаете, вот мы говорим о том, что как же дальше все это еще, что мы тут увидели, а тут вот то, что оказывается, мы посмотрели, мы, конечно, аналитику не делали еще, нам надо аналитически такой анализ сделать, мы в начале года сделаем, но по результатам, во-первых, мы видим, что очень много у нас педагогов стало принимать участие в семинарах, да, в выступлениях на консалтинге, в таких семинарах, да, в семинации своего опыта и в конференциях. Если только взять 2021 год, это была первая конференция Бутлера в начале марта, когда там выступали дети, это именно по естественному научному образованию, и были педагогические секции. И нам, в общем-то, как бы, и про ректор, в рамках проекта сказал организованную секцию по школьной лиге Роснано, и мы педагогов, первым шагом было педагогов, значит, из тех, кто печатали сборники, чтобы они вот свой опыт показали, потому что публикация, это понятно, сборники, но чтобы они рассказали, как это показали, в общем, на его, вот это. А дальше вот конференция межрегиональной взаимодействия школы и вуза как механизм профессиональной социализации молодых специалистов, вот она уже в Буинске проходила второй год. И вот когда она проходила, это было 20 марта буквально, там, конечно, говорилось не только о молодых педагогах, но секция, именно секция высокие технологии технопредпринимательства вот на этой конференции была, и это был, конечно, уникальный обмен опытом именно педагогов и школ-участниц. Педагогов и школ-участниц в школьной лиге Роснано, и причем они рассказывали о том, как они начинают взаимодействовать и в рамках своих школ, да, районов, городских школах, и как они начинают уже, ну, используют ресурсы в школьной лиге Роснано. Ну, а дальше все пошло по нарастающей. Все конференции, которые мы проводили, в итоге у нас стали заявляться педагоги и школ-участниц. Мы секции не везде делали, но именно вот конференции, именно у нас есть педагоги и школ-участниц, да, проект школьная лига, они выступают, они выступают по естественно-научному образованию, и вот буквально даже на последних конференциях у нас в осень только прошла конференция Digital, да, у нас две конференции осенние, мы же централизация программ и проектов, у нас очень много конференций, мы как бы как организаторы, и у нас вот была конференция осенью Digital как новая философия образовательного пространства, она с цифровыми технологиями, но цифровые технологии мы теперь не отделяем уже от всех ресурсов, да, и также школьной лиги Роснано, и у нас там несколько педагогов выступали именно, используя в самом докладе по ресурсам школьной лиги Роснано, как они это используют, да, в своей деятельности, и самое интересное, что в конференции как наставничество образования, современная теория, инновационная практика, тоже были педагоги и школ-участницы, потому что там же наставниками могут быть и молодые педагоги, когда они, да, педагогов уже другие помогают, то есть вот у нас и линия такая, не только наставник, тот, который 30 лет, да, проработал в школе или 25, это тот молодой педагог, который может помочь и цифровым, да, образовательным, цифровым образовательным ресурсам. То есть вот это вот у нас очень интересно сейчас идет, увеличилось количество публикаций. Вот мы буквально проводили, да, публикации, у нас же два журнала, у нас два журнала «Актуальная педагогика» о развитии образования и «Современное образование», да, у нас журнал, который зарегистрирован в СМИ в российском, да, то есть вот Российская Федерация, да, и достаточно много педагогов, которые стали печататься вот по направлениям работы школьной лиги «Роснано». То есть очень интересно. И очень интересный момент – это конкурсное движение. Ну, тут, конечно, мы связываем все еще и с апробацией, мы связываем с уроками, которые в школьной лиге «Роснано» у нас на неделе высоких технологий, да, есть у нас такая раскладушка уроки, да, то есть которые ресурсами могут воспользоваться педагоги. И вот конкурсное движение «Учитель года», он же везде проходит и всегда проходит. У нас он, например, в Казани проходит вообще во много этапов. Районный, муниципальный, зональный, республиканский и так далее, в общем, если уже выходишь. А это очень много действительно. И вот педагоги, я разговаривала и вчера, да, я сама знаю, потому что много общаемся, что и в район, и они моменты уроков, да, очень много вот каких-то интересных, и с уроков по апробации, с уроков, которые наши на неделе высоких технологий, они включают мастер-классы, они включают, то есть вот это. То есть идет вот такая вот хорошая возможность дается им двигаться дальше, молодым педагогам. Вот у меня очень интересно, я чисто из личного опыта, позавчера буквально позвонила педагог, когда-то к нам пришла, говорит мне, Светлана Николаевна, я Алия, мы с вами работали раньше, в 170-й школе. Я говорю, так, я помню, она биолог, и сейчас, потом она ушла в другую школу, но она пришла к нам тогда-то по гранту, у нас же грантовая поддержка была в республике Татарстан, очень большая, вот два года ее только буквально нет, но был у нас грант, наш новый учитель. Очень много молодых педагогов через него прошли, то есть они получали поддержку, да, по работе когда в школе, еще дополнительную денежную такую, и они вот свои проекты делали. Она была младым педагогом, потом она как бы, ну, в общем, ушла в другое образовательное учреждение, а сейчас она заместитель директора. И первый вопрос, Светлана Николаевна, а как школьная лига Роснана? Я говорю, ну вот, школьная лига Роснана, это очень интересно. То есть вот эти моменты, когда учителя растут, да, педагогическое сообщество, это очень интересно. И вот, конечно, у нас, ну, мы поговорим, наверное, в конце, как мы дальше думаем. Ну да, если успеем сейчас поговорить в конце, потому что у нас осталось совсем мало времени. Я понимаю, что да, вот это вот самая показательная история, когда человек любит то, что делает, он может говорить об этом очень много, очень долго, с удовольствием делиться со всем сообществом, что происходит. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Замечательно, замечательно, что школы в вашей сети развернулись к ресурсному центру и почувствовали здесь мощную энергетическую подпитку, мощную организационно-содержательную подпитку, и все это будет развиваться дальше. Спасибо. Слово хочу передать Ольге Владимировне Рыбневской. Ольга Владимировна, я знаю, что вы великолепно работаете с партнерами, предприятиями и вузами, вырастили свой центр из городского до краевого. И вот расскажите, пожалуйста, про это, как это все происходило, какие у вас проекты и что вы на ближайшую перспективу наметили? Да, я вот тут параллельно уже подключалась. Здравствуйте, коллеги. Я, наверное, в отличие от коллег, больше, наверное, про организационные вещи и непосредственно работу со школьниками, наверное, потому что работа с педагогами, конечно, это очень важно, но вот как-то так вот получилось у нас фокус все-таки на школьниках. Итак, техношкола, в то время еще школа номер 129, подключилась к школьной лиге Рослана в 2015 году. И вот мы так влюбились в нее и так поработали, что в 2017 году было подписано соглашение с Министерством образования Пермского края и школьной лигой о том, что на базе школы будет создаваться ресурсный центр. Ресурсный центр ориентирован был на школьников города Перми и, конечно, те ресурсы, которые предлагала школьная лига Рослана, поскольку мы сами уже там в ней более или менее разобрались, мы активно предлагали коллегам, школьникам города Перми. В первую очередь, конечно, это неделя высоких технологий технопредпринимательства, это курсы школы на ладони, и наши школьники вот с 2016 года, сейчас делегация последняя у нас была порядка 13 или 16 человек на наград, в Артек тоже не меньше, да, вот. И мы, конечно, делились своим опытом, своим знанием и предлагали коллегам и школьникам форматы, которые может предложить школьная лига, а также те форматы, которые мы на основе этих материалов создавали сами в пространстве города Перми. В рамках выставки «Ежегодное образование и карьера» вот мы каждый год проводим игру «Журналист». Мы как начали с 2016 года участвовать, и наши школьники были победителями, нам этот формат очень понравился, мы от него не отказываемся. В рамках недели высоких технологий всегда активности для школьников и для педагогов мы проводили информационные семинары, знакомились с ресурсами школьной лиги. Онлайн-квест «Гагаринские старты», который мы тоже придумали, но мы активно использовали материалы недели высоких технологий. Там такие замечательные уроки, что, конечно, их нужно на протяжении всего года, чтобы они были реализованы. Ну и, конечно, это летняя школа проектная. У нас это фестиваль «Техноперм», распределенный, региональный на наград. Мы таких фестивалей провели пять. Пятый, в 2020 году у нас был в режиме онлайн, но, тем не менее, мы его провели. В 2021 году фестиваль «Техноперм» был в рамках программы загородного лагеря общегородского пермского для школьников города Перми. Ольга Владимировна, ревью вас. Вы перелистните, наверное, с нами, потому что я вижу только первую. Или у вас просто последняя? Ну, а их у меня всего два, да. А, ну, давайте тогда. Да-да-да-да. И, конечно, у нас партнеры, ведущие предприятия. Вот именно у нашей школы это «Протон Пермский мотор». И, кстати, коллеги вот с этого предприятия как раз и подсказали обратить внимание на школьную лигу. Ну, а затем Алексей Николаевич приезжал к нам в Пермь. И, конечно, мы сразу подключились в 2015 году. И так получилось, что я поменяла место работы. Вот, перешла в 81-ю школу. И, знаете, и так получилось, что ресурсный центр стал базироваться на базе двух школ. В фокусе внимания техношколы по-прежнему остались школы города Перми. А вот школа 81 как раз вышла больше на региональные школы. Конечно, и техношкола не оставляла без внимания школы Пермского края. Но в основном это был онлайн-формат. То есть те же «Гагаринские старты» на Новый год. Мы открывали в рамках выставки «Образование карьера», семинары проводили, делились ресурсами школьной лиги Роснано. А вот в 2021 году нашим партнером стал педагогический университет. И вот я как раз плавно перейду. И сделали мы заход на неделю высоких технологий на школы Пермского края. И вот коллеги делились, что надо, конечно, с младших школьников начинать. Но у нас так получилось, что мы и депсадовцев подключили. То есть был семейный хакатон. Все очень здорово. Им тоже очень близки. Сейчас в садиках, конечно, тоже очень активно развивается образовательная среда. И таким образом, попробовав, как нам работает вместе, вместе с ДНК, с педуниверситетом, мы задумали вот эту простолетнюю проектную школу и летом провели. Потом увидите, вот в каком формате. Так получилось, что точки роста из районов Пермского края буквально был охвачен и север, и юг, и запад, и восток Пермского края. Пермский край достаточно такой большой по территории регион. Там Красновейшерск, там почти 300 километров от центра нужно было ехать, ну и так далее. Взяли мы вот эту модель, естественно, модель на награду. Она очень по душе пришлась всем участникам Министерства образования, отметила всех организаторов благодарственными письмами, потому что они тоже увидели ресурс. Хотя, в принципе, они, конечно, понимали, что вот есть такой ресурс, ресурсный центр. Но здесь как-то получилось, очень они включились в работу. Причем это, видите, еще и совпало с национальным проектом образования. Ну и вот буквально на прошлой неделе завершились курсы повышения квалификации для педагогов Пермского края. И представители точек роста разработали проекты по реализации вот этой модели на Наградовской на своих территориях. Вот это очень приятно, что такое вот продолжение. То есть люди прикоснулись, увидели, и это идет дальше. Ну, собственно говоря, вот, наверное, вот эти основные моменты, которыми бы я хотела поделиться. Ну, если сразу скажу про будущее, если позволите, то, конечно, курсы на ладони, на дистанцию – это такой клондайк. Это и для внеурочной деятельности, и для каких-то метапредметных уроков, и для того, чтобы на уроках использовать. Конечно, хочется, чтобы этот ресурс работал дальше, и чтобы у коллег была возможность ими воспользоваться. И методическая копилка, которая там есть, она всегда актуальна. Дальше, конечно, формат на Награду вот этой проектной школы, как мы ее называем, конечно, он будет жить дальше. Причем, как мы убедились, не только вот он будет фокусироваться в городе Перми, но он еще и в территории, получит свое продолжение. Ну, и недели высоких технологий. Ну, вот и недели высоких технологий, и вот проектные школы, они занесены в план департамента образования города Перми. И на Новый год тоже там стоит уже не первый учебный год. Поэтому здесь вот уже такая мощная административная поддержка. И уже даже запросы отправляют. Будет, не будет, куда подавать заявки и так далее. То есть ресурсы, конечно, востребованы. Ну, и в заключение я бы хотела добавить, что у нас семь школ принимали участие в апробации модели, естественно, научного образования. Я думаю, что будет продолжение в этом направлении. Порядка 30 педагогов, половина примерно из них на основе волонтерства. Но, тем не менее, администрацию школ поддержали. Очень интересный проект. Ну, вообще классные результаты мы получили. И как-то иначе коллеги такое ощущение, что взглянули на свою работу. И ученики, конечно, еще больше влюбились в это направление, в эти предметы. Ну, собственно говоря, вот, наверное, на этом я остановлюсь. Большое спасибо за внимание. Вот, презентацию я закрыла. Спасибо большое. Правда, презентацию мы так сумели увидеть только первый слайд в итоге. Но ничего, мы эту презентацию обязательно выложим. Да, и все это сможем посмотреть. Да, я хочу передать... Спасибо большое, Ольга Владимировна. Удачи вам с партнерами. Я думаю, все состоится, все, что решили и задумали, обязательно все состоится. Мы будущее будем строить. Никуда она от нас не убежит. Елена Владимировна, у вас в лице какой-то невероятный, очень душевный уклад школьной жизни. Я, когда читаю вашу газету, листаю газету «Переменка», такое тепло, такой уют, как будто сама в этой школе вашей живу и, в общем, бываю там, по крайней мере, хотя бы в гостях. Это при том, что у вас высоченный рейтинг, вы входите в топ-100 школ, идут постоянно программы по инженерной и проектной деятельности, огромное количество победителей российских конкурсов и олимпиад и все такое. Расскажите об укладе школьной жизни в лицее. Как влияли на нее 100 студий, недели высоких технологий, как у вас все это происходило? Какие программы? Уважаемые коллеги, уважаемая Елена Викторовна, я, можно к укладу школьной жизни, он у нас очень многомерный и многофункциональный, пойду от общего, от общего к частному. Мы не можем уклад сформировать, поскольку, будучи в отдельности от города, наш город Челябинск, это город-донор, в общем, здесь много рисков для жизни, хотя город чудесный. И вы знаете, челябинский потенциал, люди уезжают, ищут возможности в другие города. И происходит декапитализация человеческого потенциала. Совершенно с недавнего времени нам стали возвращаться трансферты, те доходы, которые получает от нас Москва, они стали нам возвращаться. Город делает ставку на город технологических инноваций. И в городе есть университеты очень серьезные, научно-исследовательские, научно-образовательная инфраструктура. В городе есть школы, которые занимаются исследовательским образованием, формируют компетенции предпринимательства, инженерные компетенции. Их немного, но они есть, они качественные, они тоже входят в различные топы. И в городе есть в рамках образовательной инфраструктуры имиджевые события, которые очень важны для города технологических инноваций. Я хочу сказать, что школьная лига Роснана повлияла на город, на наш в целом во всех этих историях, связанных и с событиями, и со школами, которые развиваются в этом технологическом направлении, и с инфраструктурой. Роль и функция школьной лиги как интегратора и транслятора нового образования. Вы знаете, школа-интегратор образования – это очень сложно. Не всякая школа, да далеко и вообще, и не нужно, наверное, этой школе делать, университету это делать гораздо удобнее. Некий интегратор, где каждый ученик может сконструировать свою персональную образовательную траекторию. Так вот, на наш взгляд, школьная лига – это такой протогород, это такое новое образовательное пространство, которое выступает как и интегратор всех ресурсных площадок и транслятор нового образования. Нам, мы это понимаем, что школьная лига транслировала и новые знания, и генерировала новые способы познания мира, и в частности исследовательский этот способ. И в школьной лиге происходит капитализация знаний, а именно изменение содержания образования. Ну, значит, капитализация человека. Речь идет все-таки о тех компетенциях. Школьная лига помогает эти компетенции конкретными способами, конкретными методами, приемами и содержанием воспитывать. Я к компетенциям буду обращаться, потому что говорить о том, как мы должны понимать, а что мы делаем, а смысл это какие и зачем. Так вот, школа-ресурсный центр, мы видим свою задачу, видели, как формирование картин мира, формирование компетенций, прежде всего, исследовательских, технопредпринимательских, инженерных, и, конечно же, компетенций самоопределения. Кроме того, школа-ресурсный центр – это технологическая навигация для самоё себя и для школ, которые в связке. И, конечно же, это привлечение стейкхолдеров. Я имею в виду тех влиятелей, которые будут на образование влиять. Но одно дело – партнерские программы, когда мы участвуем в каких-то конкурсах, условно, вот в школе на ладони, мы подключаемся к целям, вы как стейкхолдер, например, да, а другое дело – когда мы ищем совместные цели, и партнеры работают на единую общую цель. Это совершенно разное партнерство. Вообще, можно ли первый вариант партнерства называть? Это тоже вот вопрос такой, чтобы наподумать. Мы видим в своей задаче вот эту сферу влияния. Во-первых, мы большая школа, и у нас каждый ребёнок участвует в программах школьной лиги. Каждый ребёнок и большинство учителей. Потому что, когда мы получили 100 студий в 2015 году, мы понимали, что все должны, даже литераторы изучали. И прежде чем мы её получили, мы полгода учились и смотрели все ваши материалы. Потом, когда пришли директора и стали спрашивать, а как мы хотим, они сказали, о, это так много работы, ведь это надо это, это и учителей обучить. Поэтому у нас нет задачи влияния на все школы города и нет задачи влияния на школы других городов. Деятельность идёт хорошо там, где есть вот эта приставка «САМУ», кто хочет. Поэтому вот тех, кто хочет, мы считаем, что у нас очень отличная положительная динамика в 2016-2021 годах. У нас и участие, и участники, и события растут. А школ-то, в общем-то, не так и много. Так мы и не претендовали, и задачу эту не ставили. 12 школ в этой сети, которые очень активно участвуют с нами во всех форматах и мероприятиях Лиги. Но у нас, конечно, увеличилось количество школьников и количество компаний-партнёров. Вот давайте об этом поподробнее. Следующая история, очень важная, вот эта функция, я сказала, обобщена, как мы видим функцию школьной Лиги, и нам очень не хочется из неё выходить, честно говоря, и мы надеемся, что что-то всё-таки ещё будет. Очень важная задача, функция, миссия школьной Лиги, она транслирует, мы говорим, транслятор, интегратор образования, пространство новое, флэш-форматы. Ну вот флэш-форматы мигающие, они вроде бы у вас, они там в году, но тем не менее. Это сессии школы на ладони, это вот проект апробации, это неделя высоких технологий, ну и так далее. Это крона, это всё те форматы, которые транслируют Лига, и в которые они новые, и нам интересно в них участвовать. Любимые вот эти форматы, это, конечно же, программы образовательные, школа на ладони на платформе, цифровой на наград и школьная неделя высоких технологий. Это отдельная история недели высоких технологий и технопредпринимательства. Мы тут тоже выстроили нашу динамику, как у нас менялось это количество, и мы прирастаем понемножку. Почему? Потому что мы прирастаем очень осознанно, у нас нет этой цели, чтобы всех вовлечь, надо вовлекать тех, кто хочет. Я ещё раз это повторяю. Вот от 30 до 65 мероприятий, более 20 образовательных организаций ежегодно, от 3 до 10 предприятий реального сектора экономики, от 12 до 15 приглашённых спикеров ежегодно, и это очень серьёзная, интересная, большая такая работа. Этот формат привнесён школьной лигой, и если говорить об укладе школьной жизни, то вот это та альтернатива школьным урокам, которая пришла к нам с вашим появлением, и это стало прям массовой историей в школе. У нас абсолютно колоссальное количество альтернатив урокам, и учителя понимают, что они могут поставить за это оценку, даже если это не урок. И в школе действует школьная валюта на наркотики, и это тоже идея школьной лиги. То есть всё лучшее, что у нас есть, когда нам говорят, ну чем вы отличаетесь от других? Вот вы знаете, мне много есть что сказать, но я начинаю с формата школьной лиги Роснано. Вот эта интегративная практика, да, я уже её прокомментировала, мне хотелось вот что сказать. Любое событие, я уже про осознанность говорила, ключевые события недели высоких технологий, смотрите, интерактивные занятия на осознанность целей. Мы обязательно собираем всех учащихся, чтобы это прошло правильно, а не просто так. И в программе самоопределения ребята отражают, то есть они должны понимать, а зачем они это делают, что они будут отрабатывать, какие компетенции. Мы делаем не ради мероприятия, мы делаем ради того, чтобы была дельта компетентностного прироста, и мы всегда понимаем, о какой компетенции идёт нет. И идёт речь. Вот эта история про региональную смену на наград, она в сотрудничестве с Южноуральским государством и университетом сделана, и она у нас ещё предстоит. Мы не собираемся от неё отказываться, потому что разработаны задания, потому что сделан очень хороший такой совместный, вот когда поставлена общая цель у двух организаций. Мы точно можем сказать, что вот это партнёрская история. Относительно того, что мы же не только участники школьной лиги, у нас много близнецовых событий, и это вот такая комплексность, когда всё включено в мероприятие. Вот у нас проходила всероссийский конкурс-выставка «Наука молодёжь-бизнес». Я его называю близнецовым событием, потому что такая же интегративная практика, как и неделя высоких технологий. и на ней можно очень много, как и в неделе, сделать целей и компетенций. Следующая история связана с тем, что транслирует школьная лига. Лига моделирует вместе с нами содержание образования. И вот эти программы, которые мы взяли, «Школа на ладони», «Загадки природы», «Улетковидение» — это просто отличнейшие программы. Они компетентностные, они интересные, и они у нас ведутся с огромным удовольствием. Но мы продолжаем эти программы, и мы разработали последние два года свои программы, которые продолжают «Загадки природы», «Школа на ладони», «Улетковидение» — это биотехнологии, лабораторно-химические исследования, «Земля из космоса», «Музей леса», «Экспедиционный практикум» — это программы доп. образование программы внеурочной деятельности. Также мы разработали городскую онлайн-олимпиаду. Мне хочется сказать о том, что программы лиги внеурочной деятельности или доп. образования, мы их дополняем, мы обновляем свою копилку, но эти программы работают еще лучше, если мы разрабатываем программы «Практик», программы «Проп», программы проектной деятельности. Ну вот как-то профильная смена, например, на наград. Вот здесь у меня указано, какие проекты, продукты, практики мы организуем комплексно вместе с деятельностью, развернутой в школьной лиге. Следующая история, формат, который нам передает школьная лига, это многообразие практик. И вот практики исследования, мне, конечно, хочется сказать, что проект с апробацией, естественно, научных модулей, это вот та практика исследовательская, которая чрезвычайно важна, потому что, ну, будем прямо говорить, ну, нет этой культуры исследовательской деятельности, ну, ладно, в бутиковой школе есть, а в массовой школе нет этой культуры. Поэтому вот то, что делает лига, это, ну, это очень серьезный вклад в то, чтобы сделать сдвижку в российской школе в новое правильное русло. Елена Затемировна, извините, пожалуйста, нам, наши замечательные организаторы пишут, необходимо по возможности заканчивать, к сожалению, мы перебрали. Мы закончили, уже все, да, мы вот закончили, да, давайте. У нас начнется совсем-совсем скоро. Коллеги, большое, огромное спасибо вам за участие. Вот эти все презентации у нас будут сохранены и будут прикреплены к нашему, к нашей группе ВКонтакте, региональные ресурсные центры, и, конечно же, останутся в формате конференции. Все это мы сможем посмотреть. Очень рада тому, что у нас получилось с вами сделать. Я считаю, что у нас впереди еще большое будущее, и мы обязательно будем продолжать эту работу, и обязательно будем поддерживать наши школы, наши ресурсные центры, наши идеи. Коллеги, давайте мы завершим, скажем друг другу, до новых встреч, и уже вот эти пробросы в будущее будем уже делать, как мы говорим, с колес. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые коллеги, да, всех с праздником. Совершаем и заканчиваем. Всего самого-самого. Да, буквально через пять минут у нас следующая сессия «Дорога в будущее», и мы там встретимся. До свидания. До свидания. Спасибо, Лена Викторовна.